Субтитры делал DimaTorzok Приветствую! Очень не хотел вступать в политоту, но в рамках этой рубрики не удержался. Президентские выборы 2018. Какое странное, сюрреалистичное и непонятное шоу. Пусть основной замес уже миновал, но оно все равно останется в наших сердцах. Хочешь, не хочешь, но явку надо повышать, а соответственно рекламы по нашей стране можно уловить сумасшедшее количество. На вашем чайнике, на машине, под крышку унитаза, на вашей второй половинке, везде. И сегодня я хочу пробежаться по самой странной политической рекламе, которая агентирует нас сходить на эти выборы. Лично я не считаю посещение выборов ужасным действием за гранью добра и зла. Это личное рвение каждого гражданина, которое нельзя навязывать. А когда ты смотришь на столь наглую вырвиглазную рекламу, становится даже немного неловко. Приятного просмотра, да? Ну что ж, добро пожаловать в волшебный мир Дуболома. Уже ни для кого не секрет, что талантливый актер и дубляжист Сергей Бурунов снимается во всем подряд за банку пива. Вот и будучи вахеря от этой жизни, он попадает в нелепую смехуевину достойную Яралаша. На выбор она собралась, иж ты. Кто без тебя там не выберут. Кандидаты завтра вечером рыдать будут, крокодили и слезы лить. Ты сказал, выключи будильник сейчас же, политик. Ага, продолжай. Спим завтра. Братан, завязывай так глазами хлопать. Просыпаюсь. Так, а теперь стоять. Вас разорвало всех. Здравия желаю. Здравствуйте. Генерал Бойко. Да что за ужас. Афроамериканец в русской армии. Это типа плохо. Ау, расист. Люс, я... Так. Это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Гей на передержке. Гей на передержке. Типа они как домашние животные. Ой, красота какая. Европейский союз пригрозит вам пальчиком. Плохая реклама. Плохая. Фу. Так, смотрите. Наш рецепиент не любит пионеров. Не признает Советский Союз. Против геев, негров, свэга. Да это же самый настоящий па- Шутку пришлось зацензурить в целях самобезопасности. Этот канал еще хочет жить и процветать. Поэтому смотрите на котика. А лучше на двух. Какой-то утрированный бред. Хорошо. А давайте двигаться от обратного. Ты берешь яйца в руки, бежишь голосовать Аке Сергея Бурунов. На утро просыпаешься и все происходит немножечко наоборот. Ты арестован. За что? Мы нашли у тебя на страничке ВКонтакте репостики. А репостики запрещены. Я пиздеваться. Господи. Имя Господа всуй. Ты задержан, парень. А что ты делаешь? Делаю видосик. Ты сядешь. Почему? В России изобрещены. Видосики. А еще ты можешь проголосовать и ничего не изменится. А еще можешь проголосовать и дождь из лягушек пойдет. Но это уже ты решай, ладно? А что ты делаешь? Боже мой, ты чего? Че, че, на выборы вставай, быстрее, че? А то поздно будет. 18+. Так, тихо, тихо, стоять, назад, шок-контент, 18+. Всем оставаться на своих местах! А что Титов? Что? А что Титов? Если кто не знает, речь идет о Борисе Титове, кандидате в президенты. И как вы могли заметить, креатив тут, мягко говоря, странный. Пахнет знаете чем? Нарочи-то выпендрежем. Как будто в комнату ворвался креативщик-новатор и загорланил. У нас все будет не так, как у других. А может, господин Титов наоборот решил креативить по-своему? А может быть, мы все-таки наймем рекламщика? Нет! Мы, мы сделаем сами! Как меня зовут? Ну, я... Как меня зовут? Титов. Пиши! А что? Титов! Ну, я... А что Титов? Все гениально и просто. Это президент? Нет. Это Титов. Ну, на пиарчиков нашему кандидату в президенты как-то категорично не везет. Как вам, например, агитационная реклама на осенние муниципальные выборы? Здравствуйте. Я обращаюсь к вам, к москвичам. Ха-ха-ха. Ой, простите, я не могу. Внимание! Летающий Титов парит над городом! Ладно, погнали. Я даже не могу прислушаться к тому, что он говорит. Летающий стул меня просто убивает. Но неужели тому, кто делал этот кошмар, мне показалось это хотя бы немного странным? Полетели с Саней, ёкарный бабай! Ой, это что? Титов. А что Титов? Думаю, чего нам точно не хватало для полного счастья, так это региональные рэпчины. Ну, а пока вы ноете, что всё не то, на всё плевать, я надену брюки и пойду голос собой. Камон, ё, 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 камон, ё, камон. Ой, господи. Послушайте эти замечательные строчки. Один голос, лишь один непобедим. Стоит ли шершить, то у России будет командир. Каким будет мир, то будет нам отец. Пропасти нас поведут, как стадо заблудших обед. Закроем глаза на то, что нам пытаются донести, тут главное другое. Попадай в губу. Попадай, почему ты так танцуешь? Эй, эй, меня не обманешь. Куда пропали те чуваки, куда они пошли? Голосовать. И тебе советую. Ну погнали по рабочему классу кочегарить. Кого избрать, кто будет у руля? Это твой выбор, штурман корабля. Вперёд, ребят, камон, ё, ё, камон. Выборы круто. Ой, уже как бы хорошо. Цвет, камера, мотор, на Урале много гор. Город за забором может не унять этот напор. Какой напор? Причём тут этот кадр? Там кто-то взятку брал? Можно было бы хотя бы цвета поярче выкрутить. Давайте вам помогу. Вот. Довольно тяжело воспринимать патриотичную песенку. И при этом у нас заводы, отходы, как главные пейзажи. Ну, потрясающие достоинства. Ничего не скажешь. Будьте, ходи на выборы, пойдём голосовать. Кому, если не нам, президента выбирать. Им норм. Всем норм. Особенно этой мамаши норм. Только гляньте на её счастливое лицо. Я очень ответственная домохозяйка. Я за благоустройство своего города. И... Извините. И я пойду голосовать на выборы. Потому что я за светлое будущее. О, эти урановые выхлопы. Я пойду окно закрою. Извини. И помните. Нам нужна... Что тебя по духу, брат? Это есть правда. Кто, если не мы, а? Кто, если не ты, а? Парень, где твои зубы? Пожалуйста. Почему я на них смотрю? Перестаньте. Ну и напоследок... Горбу ветчатся. А этот шедевр Думу стоит узреть целиком, чтобы понимать всю мощь этого креатива. Поехали! Быстрее! Куда торопимся? Как будто... Ну! Адрес какой? Так, покажу. Дышим, дышим! Быстрее! Да, право поверни! Там кирпич. Поворачивай! Ну, теперь-то в роддом? Зачем? Мне рожать только через месяц. Поехали, поехали! Я не знаю, это максимально странно, абсурдно, напременно гениально. Девушка просто монстр. Ведь так можно эксплуатировать любую фигню. Например, окончание бизнес-ланча в KFC. Страшное дело, хочу вам сказать. Злоди, козёл! Ну, справедливости ради, реклама забавная и креативная. Свою задачу выполнила, так ещё и порафлила. По сути, крепко взболтанный обращик, с которым я просто хотел поделиться. Поделился? Окей. Потому что впереди нас ждёт ещё несколько бесполезных попоболей. Свежие нервы. Григорий Явлинский. Человек, которому чуточку больше повезло сперотделом. Но не сказать, что в правильное русло. Как вам, например, такое? Что? Не вижу ещё это качество. Так и знал. Не мне судить Григория Алексеевича по вкусовым предпочтениям, но представим, что вы бабуся, проживающая в далёком уголке Саратова. У вас маленький старый телевизор, пришедший к ней в руки в конце 90-х. И что она там увидит? Правильно. Вообще ничего. Поздравляю, вы просрали свой потенциальный избиратель на аудиторию. Ура! А ещё концепт немого президента любопытный. И такой, ну знаете, экзотический. Но не думаю, что это будет продуктивный вариант. Говори, Явлинский. Говори. Говори. А ведь перед нами один из наглядных примеров, когда по наратию неплохого кандидата с правильными мыслями погубила рекламная кампания. Грустно, товарищи. Грустно. А теперь мы перебираемся в избирательный участок. А, погодите. Пахнет знакомой местностью. Симки! Симки! Вы только гляньте на этот светлый, беззаботный день. Такое чувство, что за окнами произошёл апокалипсис Джеймса Кэмерона из второго Терминатора. А теперь вкусите немного актёрской игры. Вот это да. Я тебя сразу узнал. Мы же с тобой с отпускного не виделись. Да. Как у тебя дела? Тебя тоже сюда загнали под страхом смерти? Да. Просто диалог из какого-то утопичного мира, где на них наставили пушки. А ты? Мы тебя похожи. Сэси. Этот бутон уже занят. Мы тебя похожи. А, да, мне часто говорят. Но, на самом деле, она вся в папу. Всё, я вернулась. Спасибо. Пойдём домой, дочь? Так, стоп, чего? У тёти Лены важное дело. Тихо, тихо, дыши, парень. Я уверен, есть поблизости аптека, и ты купишь гандон. Тихо, только дыши. Простите, я просто немного запутался. Я не идиот. Я просто учусь и пытаюсь понять, какую мораль нам вынесут эти фанаты Калгейта. Выборы. Место, где мы выбираем свою судьбу. Think about it. Как они стоят? Как говорят? Какой кошмар! Кто это режиссировал? Кто это пропускал? Почему никто им не сказал, что вот так вот улыбаться, это страшно? Не надо, не делай так больше. Вот да, смотрите, как быстро убежали. Но лучше сначала просто на свидании. Пользуйся контрацептивами, парень. Хотя, думаю, тебе не надо. Особенно забавно, как в движ вступают телеканалы и своими рекламами начинают откровенно набивать оскомину. У нас в отеле Леон полная демократия. Поэтому вы можете выбрать, с кем будете жить в следующие шесть лет. Причем тут отель и выборы? Причем тут отель и Леон и выборы? Твой... Твой... Подключаются многие резиденты этого замечательного телеканала. Модель Яровод Паху точно не посоветует. Можно выбрать строгий образ а-ля Блэк Тай. Или же романтический образ небрежно наброшенным блейзером. В общем, на выборы можно идти в чем угодно. Точно? Ты... Ты абсолютно уверен? В чем угодно? Извините, а как связан мой лук с походом на выборы? Всем привет, друзья. Вы можете дышать, чтобы вдувалось. А можете дышать так, чтобы выдувалось. А на выборах вы можете дышать как вам удобней. Приходите на выборы. Не важно, с правой или левой ноги. На выборы можно с любой. Болеешь за нас? Приходи на игру. Болеешь за страну? Приходи на выборы. А что Титов? При чем тут бурые медведи? Это танец. Может, нас ТНТ сможет поощрить качественным контентом? Галочка, она вот такая. Да галочка вот такая. Вот такая. На четыре фамилии вот такая. Ну а? Я тебе говорю, вот такая галочка. Галочка вот такая. Какая же большая халтура. Они спорят из-за галочки. Большую поставить или маленькую? Хорошо, что хоть до блогеров они не доехали. А, ну да, простите. Буду бить себя по губам. Ну а напоследок нужно чего-нибудь уютненького. Например, долбануть по семейным ценностям. Почему бы и нет? Традиция ходить на выборы всей семьей. То, что придает семье уверенность в будущем. Это что за традиция такая? Я не... Я... Выборы. Хорошая семейная традиция. 18 марта. Выборы президента России. Зачем эти туфли? Какой-то странный акцент на них. А-а-а, погодите, погодите. Давайте отмотаем. Традиция. Это то, что объединяет поколения. О, детали. Простите, дорогие друзья. К чему этот намек? Что сменилось три поколения, она все в одних и тех же туфлях ходит? Ты верни туфельку. Что ты видишь? Галочка. Все верно. Нам нужна галочка. Блин, как я не заметил. Туфли это как символ стабильности. А зачем вы все в ряд стали? Праздновать свой локальный праздник? Ну что, идем на выборы? Да, ща посмеюсь с девочкой на руках. Жизнь прекрасна. И не забудьте потрясти туфлями. Вот удивительно, да? Времена меняются, средства подачи тоже, технический прогресс шагнул далеко вперед и снято профессионально, но вот что-то бездарности у нас никуда не пропадает. Она как символ вечности в этой стране, особенно когда это касается предвыборной рекламы. А черт возьми, семейка, валите уже на выборы. На своих зеленых туфлях. Валите отсюда. Валите отсюда нафиг. Предвыборная реклама, господа. Вот таким вот странным шлаком нас старались покормить. Хочется надеяться, что на следующих выборах, они же когда-нибудь у нас будут, да? Маркетинговая часть пройдет чуточку лучше. Ну а также есть желание, чтобы на выборах было хотя бы немного интриги... Эм, ладно. Ну а теперь я расскажу, почему вам стоит проголосовать именно за меня на президентских выборах. И попой не торгуешь. Да? А, все время забываю. Вот и все, ребята. Не буду лукавить, мне хочется править, но не машины ржавою, а целую державою. Дай мне делать, думай. Пока я не вошел на запросы. Давай, я скину.